Здравствуйте, уважаемые друзья! С моего основного канала сегодня ночью сняли второй страйк, и сейчас я без страйков. Ура-ура, поздравьте меня! Не знаю, правда, надолго ли хватит, потому что практически с декабря 2020 года я не вылезаю из-под страйков, только снимают страйки и через какое-то время кидают новые. Но я решила, что на основном канале я больше не буду выкладывать информацию по К-19, либо выкладывать ее в очень ограниченном объеме. Информацию по К-19 вы сможете найти на моих двух резервных каналах, а на основном канале я буду выкладывать другие интересные новости. И вот сегодня мое внимание привлекли две новости. Первая новость такая. Кудрин, это глава счетной палаты, заявил, что уровень жизни в Российской Федерации сегодня на 20% выше, чем был в СССР. Итак, читаем. Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. На самом деле, непонятно, как он посчитал, история об этом умалчивает, потому что как вообще можно сравнивать уровень жизни в СССР, уровень жизни в Российской Федерации? Как он производит этот расчет? Вообще непонятно, что с чем он сравнивает. Доходы или, может быть, наличие жилья. Но одному Богу известно, как он там посчитал. Итак, в стране существует сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Сотни тысяч частных предприятий – это что? Вот эти ИП, ООО, самозанятые. Кудрин забывает напомнить нам о том, что сотни тысяч предприятий были разрушены, уничтожены, проданы иностранным владельцам. Экономика, по сути, была убита, советская экономика. А вот то, что он говорит, что рубль стал конвертированной валютой, и у нас один из самых низких показателей госдолга в мире – это тоже лукавство. Потому что, как вы знаете, существует два вида рубля. Советский рубль с кодом 810, он никуда не пропал, он существует. И российский рубль с кодом 643. Я делала об этом видео, вы писали мне комментарии. Хотя я до конца не поняла эту аферу. Но то, что у нас существует два рубля советский и российский – это факт. Так вот, советский рубль, он оказывается в два раза дороже американского доллара, насколько мне известно. А российский рубль – это просто бумага, которую Центробанк печатает в том объеме, на который они продают, собственно, наши ресурсы. Вы знаете, что наша страна основной доход получает от продажи ресурсов, получает этот доход в доллар, и, соответственно, для внутреннего пользования выпускает вот эти российские рубли. Поэтому говорить, что это конвертированная валюта – это полный блеф, нигде этот рубль не используется, ну, кроме Абхазии, наверное. Ну, нигде за границей он не используется, но мне, по крайней мере, об этом неизвестно. Ну, вот еще Кудрин добавил, что общий объем экономики России за последние 30-летия также вырос весьма значительно. Но это тоже лукавство, уважаемые друзья, потому что давайте посмотрим на то, почему такую фразу можно допустить, что объем экономики России вырос. Уважаемые друзья, давайте посмотрим на график цен на нефть за последние 20 лет и начнем с 1998 года. Вот давайте посмотрим, в марте 1998 года цена на баррель нефти составляла 13 долларов. И дальше в основном идет тренд на повышение. Это уже Путин пришел к власти. Вот посмотрите, ноябрь 2002 года – это 25 долларов за баррель. И дальше в основном нефть росла с небольшими спадами. Ну, это такое обычное колебание. Так, в 2007 году тоже небольшой спад, но потом резкий скачок перед кризисом 2008 года. Вот смотрите, в пике стоимость нефти достигала 140 долларов. 141 доллар в июне, 29 июня 2008 года. Дальше спад, вы помните, кризис 2008 года, он пришел из Америки. Ну и то тогда цена составляла 45 долларов. Это намного выше, чем в 1998 году до Путина. И дальше снова тренд на повышение. И вот мы видим в 2011 году 120 долларов за баррель нефти примерно в апреле 2011 года. Ну и потом спад 2015-2016 год. Вы помните этот кризис. У меня тогда в издательстве закончился проект с книгами, потому что среднеценовой сегмент ушел с рынка. Ну и потом снова тренд на повышение. И провал, провал во время, следующий провал во время скандемии. Это у нас получается март 2020 года. Вот он этот провал. Ну и сейчас снова нефть выросла и торгуется в районе 85 долларов за баррель. Вот так, друзья, вот вам и весь объем экономики. Жирные путинские годы, огромные цены на нефть. Да и то я считаю, что даже при таких ценах на нефть уровень жизни в Российской Федерации намного ниже, чем уровень жизни граждан в Советском Союзе. Если вы помните, кто родился в Советском Союзе, кто его еще застал, я застала конец Советского Союза. Бесплатным было абсолютно все. Образование для детей основное, образование высшее для студентов. Дополнительное образование для детей, любые кружки, секции, даже редкие виды спорта, такие как яхтенный спорт. Например, мой отец был яхтсменом, занимался яхтенным спортом. Я занималась музыкой в течение 10 лет, готовилась к консерваторию, и занятия музыкой для меня, вернее, для моей матери, стоили совсем небольших денег. Она ежемесячно платила, конечно, музыкальную школу, но это были совершенно небольшие деньги. Дальше. Я занималась спортом, причем я занималась очень серьезно. У меня было по две тренировки в день, занималась я плаванием. Тренер готовил нашу команду в Олимпийский резерв, правда, потом этот класс развалился, спортивный класс, при 21-й школе в Озерске, в этой школе был бассейн, создали такой класс спортивный. Но, правда, потом тренер умер, и вся эта история развалилась. Тем не менее, я бесплатно занималась спортом. И бесплатный спорт был абсолютно для всех в Советском Союзе. Идите сейчас, найдите бесплатный спорт. Уже давным-давно практически все секции платные. Единственное, что у меня здесь в Крылатском, когда я мило занималась, бесплатным баскетболом и бесплатным конькобежным спортом, но это и то только потому, что это Москва, и мы живем в Крылатском, где очень много спортивных объектов, которые многие, кстати, были построены к Олимпиаде 80-го года. Так что, друзья, говорит о том, что уровень жизни в Советском Союзе был ниже, чем в Российской Федерации, посмотрите сейчас на качество образования. Российское образование убито с момента, как ввели ЕГЭ. Российская медицина убита с момента, как они провели оптимизацию. Кто сейчас получает бесплатное жилье? Может быть, только военные, да и то не все. Население закредитовано по ушу. Кто-то сидит на ипотеках, на автокредитах. И о чем мы вообще говорим? А насчет дефицитов, то, что Кутерин сказал, что дефицита нет. Слушайте, ну пусть лучше в Советском Союзе стояли за колбасой, но это была качественная, вкусная колбаса, а не эта ГЭ, которая сейчас нам скармливает, которую можно купить в Пятерочках, в Перекрестках и так далее. Поэтому, друзья, вот эту новость с Кутерином, то, что он нам сейчас рассказывает, это можно назвать переписыванием истории. Если вы читали роман Джорджа Орвелла, 1984-й, вы помните, что главный герой работал в Министерстве печати, и он именно этим и занимался, переписыванием истории. Он уничтожал старые газеты и писал новые. То есть, ну как бы они старые, но писались, они все время переписывались заново. Так что люди не могли бы вспомнить, что происходило, не то, что там 30 лет назад, то, что происходило даже год назад. И вот это вот переписывание истории, оно сейчас повсеместно имеет место, повсюду имеет место. Вот сегодня мне позвонила моя дочь и сказала, что им задали по истории написать небольшое эссе с темой, можно ли было сохранить Советский Союз. И вот моя дочь позвонила мне и спросила, что вообще ей писать. Но я, конечно, и задала вопрос, какую версию им предлагают в учебниках. Ну, конечно же, им предлагают версию о том, что Советский Союз, это тупиковый путь развития, планово-социалистическая экономика, это не вариант, ну и так далее, и тому подобное. О том, что первым подала на суверенитет Украина, в общем, в итоге все решили стать независимыми. Ну, понятно, что это официальная история, которая угодна вот сейчас оккупационной администрации и мировому политическому эстеблишменту. На самом деле, мы все прекрасно знаем, что Советский Союз развалили, но моя дочь не может написать эту версию, потому что ей просто сразу поставят два. Не принимаются в современном образовании ни творчества, ни инициатива, ни свободное критическое мышление. Поэтому я посоветовала своей дочери преподнести, вернее, написать эссе таким образом, чтобы и показать официальную версию, которую им скармливают в учебниках, и упомянуть неофициальную, так, конспирологическую версию, что якобы Советский Союз был намеренно развален. Уважаемые друзья, вторая новость, которая привлекла мое внимание, это новость о том, что число работающих россиян сократилось за год на 460 тысяч человек. Давайте прочитаем. С сентября 2020 по сентябрь 2021 года количество трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет уменьшилось на 460,5 тысяч человек, сообщает РБК, со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети финэкспертизы и данных Росстата. Тенденция к сокращению молодых работников в стране наблюдается с начала 2010-х годов. Причина убыли молодой рабочей силы демографические ямы 20-го века, итогом которых в том числе стал кризис рождаемости 90-х годов, говорят эксперты РБК. Уважаемые друзья, только представьте, полмиллиона человек, молодежи, просто раз и все. Их просто нет. Но они судят по рабочим местам, еще сколько они не досчитались, те, кто не работал. Уважаемые друзья, пожалуйста, посмотрите отрывок из интервью с Владимиром Николаевичем Тюняевым, где он рассказывает про демографические ямы и причину сокращения населения. Ну вот я об этом уже последний год, последнее лето мы исследовали документы, которые выпускал Росстат. Кстати говоря, вот Россия в цифрах, например, или статистические данные по демографии, по росту убыли, ну то есть по населению. И выкладывали на нашем канале, и вообще я везде это транслирую, имея в виду, что происходит на самом деле. Вот если мы анализ делаем за сто лет, а думающие люди все-таки делают анализ, прежде чем что-то, какие-то выводы делать для решения управленческих каких-то задач, нужно провести анализ, это естественно. И анализ показывает, что у нас за сто лет, ну вот начинаем мы там с прошлого века, с 1900 года по 2000 год, и в настоящее время, вот 20 лет уже прошло, нового тысячелетия. Что мы видим? Мы видим, что революция, там первая, вторая революция, убыль населения. Ну цифры все выложены, вы можете посмотреть, там более 10 миллионов, убыль населения Российской империи. Хочу подчеркнуть, если вы посмотрите энциклопедический словарь Брукгауза и Фрона, и я делал там анализ как раз по энциклопедическому словарю, выпущенному в 1910 году. Он у меня есть. У меня есть Британика, энциклопедический словарь 11-го года, Большая Советская энциклопедия 70-го. Это те времена, когда еще меньше врали, ну то есть официальная точка зрения, научная была изложена, профессиональная и с точки зрения вот научного подхода. И наблюдаем, что вот революция, Первая мировая война, естественно, погибло много людей, там цифры можно посмотреть, сейчас не будем приводить, они есть у нас на канале, можете посмотреть. Следующий этап идет вот восстановление, то есть создание Советского Союза и восстановление. Там идет рост, прирост там более 15 миллионов, по-моему, Великое Отечественное, около 28 миллионов убыли опять идет. Затем за 15 лет, за 16, с 45 по 61 год, опять восстановление идет, причем практически восстановили численность населения, которое убыло, ну то есть погибло во время Великой Отечественной, то есть, а с 61 года по 89 год, рост на 80 миллионов Советского Союза, то есть у нас около 300 миллионов уже было, на конец 89 года. И последние 30 лет наблюдаем убыль коренного населения, это только по той статистике, которую дает Росстат. Около 12 миллионов, но когда делаешь анализ детей, подростков, взрослого населения, вот по возрастным группам, и мы смотрим вот в статистических данных, с 2000 по 2010 год, минус 12 миллионов детей от нуля до 14. А это практически больше трети. Представляете, что это такое? И никто об этом не говорит. Вот так вот. Какая демография, когда у нас больше трети детей убыла? То есть их нет уже в пространстве и в нашей России. О чем это говорит? Это говорит о том, что, извините, аналогию приводим, идет, следовательно, какая-то война. Итак, получается, что основная демографическая яма произошла, вернее, началась именно в 90-х и продолжается до сих пор. И вот у меня вопрос, а куда делись эти полмиллиона человек-молодежи, которые потеряли свои рабочие места? Куда они пропали? Куда они пошли? На что они живут после того, как их уволили? Я не могу найти ответ на этот вопрос, поэтому, уважаемые друзья, если у вас есть какие-то мысли на эту тему, напишите, пожалуйста, в комментариях и ставьте лайки, делитесь моими видео. Если вам нравится моя деятельность, вы можете поддержать меня по реквизитам в описании к этому ролику. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok